Это голографический 3D-комплекс, на который демонстрируем награды Великой Отечественной войны. Потрогать не тянутся. 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 И они прям собираются прям целыми стайками такими. Им очень интересно. Ярко, наглядно и реалистично Заринский музей Мемориал Славы начал преображаться еще в прошлом году. В музейном пространстве в рамках нацпроекта «Культура» появились современные технологии. В этом году в рамках того же нацпроекта памятник истории регионального значения капитально отреставрировали. Получили мы 18 миллионов рублей на капитальный ремонт. Ну и, соответственно, мы проделали очень большую работу. Отремонтировали все внутри. Отремонтировали полы, потолки, электрику. Заменили оборудование на новое по пожарной безопасности, видеонаблюдению. Мы облагородили фасад здания. Музей Мемориал Славы посвящен нашим землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Фонд музея насчитывает больше трех тысяч экспонатов. В полгода выставочные залы пустовали. И вот сегодня распахнули свои двери. Позвольте вас поздравить с таким значимым событием, открытием Мемориала Славы. То, что мы видим сегодня, это, конечно, благодаря работе и профессионализму и сотрудников музея, и руководству города, и Минкультуру. В этот же день торжественно открыли детскую музыкальную школу номер два. В апреле этого года в образовательном учреждении стартовали ремонтные работы. Юные пианисты, баянисты образовательный процесс не прерывали. Музицировали на других площадках. А как только завершился капремонт, вернулись в родные пенаты. Это был непростой объект. Мы очень его ждали. Все очень старались. Но, как знаете, судят по результату, результат замечательный. Мы видим новый, красивый, современный, качественный объект. Поэтому огромное спасибо всем, принимавшим участие в этом большом деле. На торжественном открытии побывали и бывшие ученики школы, педагоги, лауреаты международных конкурсов. В школе всегда традиции были высокими, как мне казалось тогда. Я думаю, это сейчас такого же мнения. Традиции, прежде всего, преподавательские и исполнительские. То есть содержание у школы было, на мой взгляд, всегда. Потому что я очень атмосферу запомнил такой бурной, творческой. Мы везде ездили, везде выступали. Теперь к внутреннему содержанию добавилось внешнее. Современные залы, новые инструменты. Все это еще сильнее приобщит малышей к искусству. А если возвращаться к музею славы, то его ежегодно посещают 15 тысяч человек. Но после капитального ремонта цифра однозначно вырастет. В этом никто не сомневается. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.